Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Петербарг, я генеральный директор компании SuperCloud. Очень приятно быть здесь вместе с вами и за возможность рассказать немножко о нашей компании, о нашем опыте создания и эксплуатации такой вот облачной системы для платного интернет-телевидения. Мы, как сказать, как группа энтузиастов где-то в 2013 году, наверное, может пораньше собрались вместе, и мы представляли работников операторов связи, поставщиков телекоммуникационного оборудования или решений для телекоммуникационной области, конселательных компаний, разработчиков программного обеспечения в этой области. И где-то с начала 2000-х годов на наших глазах формировался этот рынок интернет-телевидения. Сначала это было так называемое IPTV, то есть это операторы на своих сетях поставляли эфирное телевидение и видео по запросу своим клиентам. Следующим этапом стало появление так называемого ОТТ-телевидения, что бы это ни значило, но это просто значит, что теперь контент доставляется уже не только в сетях оператора, но и по всем каналам интернета. То есть все это не привязано к конкретной сети операторов. И вот мы, так сказать, будучи свидетелями этого развития, в какой-то момент основали, ну пока это была другая компания, и мы сотрудничали с операторами связи, с Vintel.com в частности, готовили для них контент, систему управления контентом для них разрабатывали, вот, помогали в внедрении их системой IPTV неделю, там набрались опыта, так сказать, каких-то лучших практик, и пришли к тому, что мы способны, и что мы сделали, мы разработали собственную систему ОТТ-телевидения. Как я сказал, это телевидение, которое не привязано конкретному оператору, а доступно для пользователей, для всех пользователей интернета. Эту систему мы внедрили в компанию ART-телеком, большой российский оператор, он присутствует практически во всех регионах, кроме Москвы. Вот, и пока мы внедряли свою систему в ART-телекоме, ну, большие другие большие операторы тоже решили для себя эту проблему, и мы, так сказать, со своим вот этим решением, появился у нас вопрос, что с ним делать дальше. И мы приняли решение, взяв его за основу, разработать облачную платформу, которая давала бы нам возможность работать не только с крупными операторами, а вообще со всеми операторами связи, и с средними, и с мелкими, которые не могут позволить себе большие инвестиции в инфраструктуру, но при этом хотят обслуживать какую-то аудиторию, у которой у них есть доступ. И второе, становясь облаком, мы, так сказать, легко пересекали границы Российской Федерации и выходили, так сказать, на более широкие рынки, что нам, так сказать, могу развиваться. Да, то есть, что из себя представляет эта система? То есть, это простая регистрация, по-моему, там, по-моему, я вам покажу. И буквально сразу появляется у нашего клиента портал в интернете, появляются мобильные приложения для мобильных телефонов, для iOS и для Android, и приложения для Smart TV, для Samsung и LG. И это появляется практически сразу, и сразу может начать работать, ну, как только система чем-то наполнится. То есть, она может наполняться эфирными каналами для эфирного телевидения, соответственно, может наполняться видеозапрос. Вот. И мы работаем на принципах разделения выручки, и второе у нас, мы, так сказать, берем фиксированную плату, допустим, с каждого активного пользователя нашего клиента. Вот. И вот по мере развития мы работали с малыми и средними операторами связи, мы работаем с корпорациями для корпоративного телевидения, соответственно, для того же, для госучреждений в том же плане. Да, для владельцев уникального контента это интересный момент. Может быть, я о нем расскажу немножко попозже. Но дело в том, что есть такая тенденция появления контентно-ориентированного телевидения. То есть владельцы уникального контента, не имея, так сказать, большого набора каналов, только исключительно свой уникальный контент, он становится очень ценным для определенной, так сказать, лояльной аудитории. А, ну да. Скажу, что, соответственно, когда мы организовали компанию, мы получили финансирование от российской венчанной компании, от посевного фонда российской венчанной компании. Вот. И, соответственно, на вот эти вот, так сказать, совместные инвестиции нашей предыдущей компании и РНК, мы создали компанию Сатал Клауд, потом стали резидентами Сколково, и вот сейчас где-то уже более полутора лет присутствуем на рынке. То есть сама система, она включает в себя полный набор услуг необходимых конечному пользователю этой эфирной телевидении, видео по запросу. Соответственно, видео по запросу снабжается всем набором мета-данных необходимых, так сказать, для качественного, ну, для того, чтобы, сказать, получить всю информацию о контенте. Также такие вещи, как кетчап, то есть это значит, что телевидение все эфирное, оно записывается, можно смотреть его, так сказать, все прошедшее телевидение, ну, до трех недель, можно смотреть все телевидение, которое прошло, можно, есть, так сказать, персональный, так называемый, то есть это видеорекордер, чтобы записывать контент самостоятельно. То есть все необходимые и все, так сказать, присутствующие необходимые услуги, они в систему включены уже. Сама система, она состоит из следующих основных модулей, то есть есть модуль подготовки контента, это включает в себя транскодирование каналов, то есть подготовки для трансляции наконечного устройства пользователей, управление видео по запросу, то есть это важный момент, так сказать, наши клиенты, операторы связи, они получают права на какой-то контент и должны следить за этими правами, то есть когда начинаются эти права, когда заканчиваются, под это надо подготовить какую-то маркетинговую основу, если какой-то контент особенно интересный. Соответственно, есть система защиты контента, потому что весь контент, то есть есть как бы контент, который проприетарный, но большая часть, так сказать, контента, который интересен, конечно, пользователям, он защищен копирайтом. Соответственно, у нас есть система DRM, это Digital Rights Management, которая состоит, с одной стороны, из системы кодирования, шифрования, чтобы невозможно было воспроизвести контент десанкционированным образом, не имея ключа для этой шифровки, а с другой стороны, присваивает права, как этот контент может быть воспроизведен. То есть можно его воспроизводить, допустим, без всяких ограничений, когда угодно, или его можно производить там, допустим, один раз, два раза, три раза, или в течение какого-то времени, в бесконечный количественный раз. Вот. В этом вопросе мы сотрудничаем с компанией Google, Google DRM, который раньше был Google Wide Wide, а также мы сотрудничаем и с Microsoft, то есть как бы в нашей, как сказать, основной облачной системе она представлена только Google, а если мы, так сказать, говорим о private cloud, то есть какой-то такой, где мы облако отдаем, ну, часть облака отдаем в пользование своим клиентам, там возможны всяческие варианты в зависимости от пожеланий конечного пользователя. Это может быть и Nagra, и VeryMatrix, и Microsoft Play Radio, то есть мы, так сказать, имеем компетенцию во многих областях, в решениях многих производителей DRM. Потом продажа контента. Тот важный момент, что, чтобы продавать контент, важно управлять витриной. Витрины на мобильных устройствах, витрины на портале, то есть есть система управления динамической витриной, чтобы она всегда была привлекательной, изменялась, предлагала именно то, чтобы заинтересовать потребителя. И, соответственно, есть система биллинга, которая учитывает все совершенные продажи и покупки. И, соответственно, доставка контента на конечные устройства пользователей. То есть, как я сказал, у пользователя автоматически появляется референсный наш клиент, и мы открываем код этого клиента, клиентского программного обеспечения. Так что наши клиенты могут его как угодно видеть и использовать. То есть, базовая кастомизация с точки зрения размещения логотипа или цветов, это происходит по умолчанию. А вот если требуется глубокая кастомизация, то это уже, так сказать, отдаётся наводку заказчику, и он может что угодно сделать, используя открытый код и открытый IP к нашей платформе. А, ну да, и доставка происходит, так сказать, она может доставляться, ну, как бы интернет, но он неодноруден. Поэтому, так сказать, тяжёлый контент типа видео он требует, может требовать специализированного CDN-а. Мы сотрудничаем, за рубежом мы сотрудничаем с level 3 Akamai, здесь мы сотрудничаем с Ingenix. И вот тут вот должен быть доклад с ген-видио, мы тоже, так сказать, встречались и об этом не разговаривали. Вот. И можно использовать наш Cloud Proxy, то есть наш собственный CDN, вот, где мы выключаем свои прокси-сервера на территории заказчика, что позволяет нам, так сказать, выступать в роли такого прокси, чтобы контент был под рукой, конечно, пользователем. При этом каждый этот модуль, он снабжается своими средствами мониторинга и анализа. То есть это в разной степени применимо к разным модулям, но там в основном это наиболее масштабные инструменты представлены для анализа продаж. То есть, какой контент пользуется популярностью, какой контент, так сказать, в меньшей степени, какие есть зависимости, в зависимости, допустим, от его потребления. То есть все такие выводы можно по эффективности продаж можно сделать с помощью нашей системы мониторинга и анализа. Ну вот я уже, так сказать, говорил о нашей бизнес-модели. То есть наши клиенты получают в свое распоряжение, так сказать, часть нашего облака и работают с конечными пользователями. Мы, в свою очередь, получаем какую-то, так сказать, часть их выручки. Часть их выручки, которая в зависимости от нашей договоренности либо это разделение выручки, либо это фиксированная плата за каждого из их активных пользователей. Опять же, как я сказал, что это достаточно просто с точки зрения регистрации и именно для наших клиентов, чтобы начать бизнес практически сразу. Вот. То есть, как и сказал, мы охватываем телекомендиционный рынок малых и средних операторов. Мы, на самом деле, вот говоря о малых и средних операторах, это, то есть, когда мы вышли за границы Российской Федерации, оказалось, так сказать, что в некоторых близлежащих странах, как раз в Грузии, в Азербайджане, так сказать, рынок еще окончательно не поделен, и возможно применение вот таких, как бы, стендалон, как противных решений. Соответственно, мы это, так сказать, использовали и внедряли наши системы, ну, как бы их лицензируя, то есть, так сказать, продавая наше облако, которое впоследствии, так сказать, ставилось на серверы конечного заказчика. Вот. А так, да, то есть тут вот, а, я об этом не упомянул, но это тоже вот в процессе развития нашей, ну, нашего, так сказать, группы компаний у нас появилась компетенция в области транскуринга, то есть мы стали на основе библиотеки, графической библиотеки Intel, мы разработали систему транскурирования, то есть это онлайн преобразование сигнала, поступающего со спутника, так сказать, эфирное телевидение, чтобы быстро его, не теряя времени, преобразовать для трансляции через интернет конечным пользователям под разные экраны, под разные, то есть, так называемый, мультибитрейт, под разные пропускные способности щеки. И в этом смысле у нас есть решение для онлайн-трансляции, то есть вот для освещения каких-то событий, то есть вот, например, как вот у нас сегодня происходит видеосъемка, то есть вот с помощью нашего решения можно было бы дополнить онлайн-трансляции в интернете, и, соответственно, потом в виде видео по запросу это было бы доступно потом всем участникам или тем, кто не смог прикинуть, наверное. Мы сейчас это как бы в виде пилота там тестируем, такая есть организация Vimen Leadership, ну здесь она называется по-английски, но она тут российская. Вот, то есть женщины, которые добились счета в бизнесе, они вот собираются вместе и делятся опытом своим. Вот, то есть если там у нас все пройдет хорошо, это мы будем масштабировать и вот помогать освещать события в реальном времени. Да, это вот, так сказать, на основе вот нашей технологии транскодера, то есть у нас портативные транскодеры очень маленькие, которые даже могут работать на батарейках, они подсоединяются к камере и все автоматически сразу, ну то есть нужен доступ к интернету и, соответственно, наш транскодер, то есть сразу все становится совсем видно. Вот, то есть тут у нас разные виды, так сказать, корпорации, то есть, а, да, для обучения тоже мы и для отелей. Вот, для отелей это отдельная песня, то есть гостиницы, у них есть у всех телевидение какое-то, но у всех оно какое-то разнородное, но мой личный опыт говорит о том, что там все очень много таких каких-то наколеночных решений, которые как бы неудобные, у всех разные, и вот мы для них тоже делаем специализированное решение, которое, так сказать, быстро запускается, и гостиница, так сказать, становится оснащена современным телевидением. Вот тут поподробнее просто хотел показать, как это выглядит. То есть вот автоматически появляется такой веб-портал, это такой референсный дизайн для веб-портала, соответственно, приложение для мобильных устройств, это вот там программа передач, какие-то конкретные передачи, видео по запросу. Да, так выглядит вот эта так называемая отметка. То есть вот с помощью этой отметки можно, так сказать, управлять своей аудиторией, можно управлять предложениями, можно пакетировать всяческие решения, пакетировать предложения, там, допустим, 120 каналов плюс 1 видео по запросу в месяц, то есть как угодно. Это есть система мониторинга, то есть где что, как продается, вот, отслеживать вот эту вот динамику. Ну да, мы, так сказать, по ходу дела завели эти партнерства, то есть вот с производителями DRM, с производителями Smart TV и вот с поставщиками всяческих, а, ну, с поставщиками решений сидений, для доставки контента. Вот, и тут я хотел немножко остановиться на этом. То есть наша конференция, она посвящена не только облачным решениям, как наше решение, она еще посвящена Big Data, то есть как бы вот, о чем я тоже говорил. Мы еще пока, у нас нет никакого решения для Big Data. То есть у нас система, по своей, так сказать, по своей архитектуре, по дизайну, она задумывалась, чтобы собирать как можно больше информации от конечных пользователей. Как они совершают покупку, что они делают на клиенте. Ну, так сказать, это можно назвать какой-то там, что-то немножко шпионом, но мы, так сказать, не собираем ничего персонального, мы собираем именно, чтобы понять процесс принятия решений и смотреть то или иное. Вот. И, так сказать, располагая другая информация о пользователях, конечно, то есть о их географии, возможно, о какой-то демографии. вот, которую мы собираемся внедрить в нашу систему, вот решение рекомендаций и решение адресной рекламы. Вот. Тут должен быть, как бы, как раз докладчик, после меня, который расскажет, возможно, о рекламе. Было бы очень интересно послушать. А система рекомендаций, например, вот мы, ну, так сказать, наши продажи вот происходят, ну, так они сместились, так сказать, они сместились в Северную Америку и в Европу. И, вот, например, в Америке там есть вот такой вот Gravity, такая компания, которая в свое время, может быть, лет семь назад, Netflix, такой, аналитики кинотеатр, который один из первых появился, он учредил приз миллион долларов для компании, которая разработает систему рекомендаций, которая будет на десять процентов аккуратнее их текущего решения рекомендаций. И вот, так сказать, из победителя этого конкурса выросла вот эта компания Gravity. Мы, так сказать, с ними ведем сейчас переговоры, чтобы, возможно, внедрить эту систему. Вот, по другой стороне, мы, так сказать, сами обсуждали этот вопрос у себя. То есть, ну, то есть, вся эта система рекомендаций, она, так сказать, подразделяется на Content-based и Collaborative. То есть, Content-based – это что смотрит конкретный человек и на основе этого принимается решение. Collaborative – это что смотрят другие люди, похожие на этого человека, и на основании этого принимается решение. Есть, так сказать, гибридные системы, которые учитывают и то, и другое. Есть вот эти вот Gravity. То есть, они про себя говорят, что у нас есть там, условно говоря, 50 алгоритмов. Вот, так сказать. Александр, извини, если у нас заканчивается. Да, это последний слайд, на самом деле. Я его расскажу. Немножко оставим. Вот. И у нас 50 алгоритмов, которые дают рекомендации. И мы вот их все применяем, а потом смотрим, какие лучше работают, вот их оставляем. То есть, вот, как бы, для нас это немного ТРН помнит, и вот хотелось бы про это вот побольше узнать. Да, и система адресной рекламы. Мы в свое время тоже, как группу энтузиастов, разработали систему ClickAdd, но не получили под нее никакого финансирования. Она, так сказать, лежит на полке. Но это вот, как бы, соединение продукта и соединение потребителя. То есть, у нас был такой, как бы, мы его называли ТНК. Вот. И, опять же, тут есть, как сказать, мировые какие-то лидеры. Есть у нас собственные идеи. Вот. Хотел бы услышать доказ про это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...